Доброе утро, дорогие калининградцы! В былые времена в нашей стране было такое понятие, как рыбный день по четвергам, а обычно сейчас, в последнее время в Калининграде, по четвергам у нас день спортивный, потому что мы каждый четверг, независимо от темы шоу «Наше утро», говорим о спорте в рамках рубрики «Четвертая четверть». С вами я, Дмитрий Иванов, и сегодня у нас в гостях человек, который связывает, по моему мнению, предыдущие выходные и выходные будущие, потому что сначала я впечатлился одним из его мероприятий, которое было буквально 16 января, и сейчас, 23 января, также будет мероприятие, которое я вам посоветую также посетить. Итак, с нами президент Федерации триатлона Калининградской области, триатлет и участник мировой серии «Айронмен» Василий Нестерев. Доброе утро! Доброе утро! Собственно, сразу же вопрос, как начинается утро у человека, который должен в идеале проплыть 3,8 километра, проехать 180 километров на велосипеде и пробежать 42 тысячи метров? Ну, обычно каждое утро начинаются зарядки. Зарядка непременно происходит в бассейне. Ну и утренние три километра в бассейне очень бодрят и подрасполагают к хорошему дню. Но и это еще не все. Вечером вторая тренировка. Все это позволяет преодолеть вот эту дистанцию «Айронмен», которую ты сказал. Ну а есть какая-то, скажем, дистанция, которую необходимо выбегать, выплывать в день, чтобы быть в тонусе? Вот ты должен пробегать 8 километров каждый день, и тогда ты можешь претендовать на что-то. Ну, вообще, существует мнение, что не менее 400 часов в год надо тренироваться, чтобы преодолеть полужелезную дистанцию. Ну и, соответственно, где-то около 600 часов в год, чтобы преодолеть железную дистанцию. Полужелезная – это получается половина 3,8? Половина 1,9, 90 километров велогонки и полумарафон 21 километров бег. Ну и когда начинаем готовить тренировочный план для преодоления этой дистанции, считается количество свободного времени, сколько можно уделить вниманию тренировкам. Если это число больше 400 часов в год, ну, можно готовиться. Шансы есть. Да. Говорим как раз-таки о том мероприятии, которое мне впечатлило. На минувших выходных в Зеленоградске прошел впервые в истории Калининградской области экстремальный триатлон. Люди при температуре минус 8 градусов воздуха и плюс 2 градуса воды, собственно, плыли в этой воде 30 метров, бежали 200 метров и ехали на велосипеде 800. Где вы нашли этих смельчаков? Ну, я начну с того, что у нас родилась эта идея. Обычно январь такой пустой месяц внутри атлетов в межсезонье. И мы подумали вместе с Олегом Рязановым, которым является мировым рекордсменом в зимнем плавании на спине, он проживает в Зеленоградске, провести такое мероприятие на стыке моржевания, закаливания и триатлона. И решили, что проведем такое мероприятие в 200 метров бега, 800 в велогонке и 30 метров плавания. Анонсировали это заранее, в ноябре, набрали тренировочную группу, готовили людей. И на самом деле желающих было больше, но мы многим отказали по той причине, что они не были подготовлены. Несмотря на то, что дистанция была очень короткая, такая спринтерская, всего-навсего, там 30 метров проплыть, но температура воды, как ты сказал, плюс 2 градуса. Это большой стресс для организма, и поэтому мы допустили только 10 желающих, которые прошли курс подготовки и были готовы. Ну и очень хорошее получилось мероприятие, несмотря на небольшое количество участников. Было большое количество зрителей, порядка 50 человек пришли, наблюдали то, как люди моржевали, так скажем, в триатлоне. Ну и отметим для удивившихся зрителей то, что, конечно же, это, во-первых, глобальная подготовка к такому мероприятию, во-вторых, люди сразу же из тепла быстренько прошли всю дистанцию и тут же перешли погреться в сауну. Да, была такая возможность, люди погрелись в сауне. Ну и мероприятие получилось динамичное, быстрое, то есть время победителя 4,5 минуты. Быстро стартанули, быстро финишировали, никто даже замерзнуть не успел. Ну и сам победитель говорил потом в своем интервью, что что там эти 30 метров, я был готов к большему. Он собирался на второй и на третий круг. Пройти пока остальные греются в сауне. Мостик следующим соревнованиям, соответственно, на этих выходных 23 января в Калининграде впервые пройдет такой фестиваль зимних видов спорта, можно его так назвать в Макс-Ашман-парке. Люди будут заниматься керлингом, будут заниматься фигурным катанием и будет еще лыжная гонка под эгидой вашей организации. Да, помимо того, что основное наше направление – это развитие триатлона в Калининградской области, но в межсезонье триатлоном нет возможности заниматься, и мы проводим различные мероприятия по смежным дисциплинам. По бегу, по плаванию на открытой воде, велогонки, велокроссы. И выпал снег, грех не воспользоваться такой ситуацией. Мы быстро сориентировались, в один день приняли решение. Вот вчера буквально только анонсировали, что это мероприятие будет. И 23 января в 11.00 на озере Лесное в Макс-Ашман-парке состоится лыжная гонка протяженностью 10 километров. Поэтому я приглашаю всех желающих принять участие в этой лыжной гонке. Приходите заранее, в 10 часов регистрируйтесь и в 11 часов старт. Вопрос, а где в Калининграде с такой нашей погодой, допустим, взять лыжи, если ты очень захотел? Их можно арендовать где-то? На самом деле вопрос очень актуальный, все его задают. Но такой услуги, я по крайней мере не знаю, в прокат лыжи не дают. Но есть друзья, есть знакомые. Вообще лет 10-15 назад Калининград был довольно снежным регионом. Поэтому поспрашивайте у дедушек, у бабушек, может у кого-то в гараже. Такие олдскульные, деревянные. Ну тут же главное участие, поэтому на любых лыжах приходите. А есть прогноз, что мы думаем, что человек 50 выйдет на лыжню или 10-5? На данный момент не могу сказать точное количество участников, но порядка 10 заявок уже есть. Поэтому как минимум мероприятие состоится. Но мы всегда ориентируемся, что даже когда экстремальный триатлон проводили, мы тоже не знали, сколько человек отреагирует на такое мероприятие неординарное. И решили, что будем проводить, даже если будет один участник. Поэтому лыжная гонка состоится в любую погоду и в то же время при любом количестве участников. Что касаемо количества участников в целом, сколько триатлетов в Калининградской области, насколько это движение такое, вот, может быть, можем его назвать таким элитарным, может быть, это всего несколько ограниченная группа людей? Ну, я придерживаюсь той точки зрения, что триатлон – это доступный вид спорта, и может заниматься любой человек, который умеет плавать, у которого есть велосипед и шлем, ну и, соответственно, кроссовки для того, чтобы бегать. Но если говорить о количестве участников, то за три года, мы три года активно развиваем триатлон, от 15 человек на первом старте мы дошли до 100 участников в последние старты. А если говорить про число человек-калининградцев и гостей Калининградской области, которые в целом стартанули в наших мероприятиях, то это число уже приближается к 700. То есть порядка 700 человек уже приняли участие суммарно в наших мероприятиях. Год только начал Саня, могу не спросить о глобальных планах на этот, 2016 год, собственно. Ну, календарь у нас насыщенный. Мы в прошлом году провели порядка 18 мероприятий, в этом году решили провести еще больше. И вместе со смежными стартами у нас порядка 25 стартов в год будет проходить. То есть кризис не помеха? Нет, кризис не помеха. Мы продолжаем действовать, развивать триатлон, популяризировать. И какой самый главный старт тут? Где можно у вас всех увидеть? Если говорить про самый главный старт, то это, безусловно, железная дистанция. В этом году мы планируем впервые провести соревнования на железную дистанцию. А это 3,8 километра плавания, 180 километров велогонка и 42 километра бег. В прошлом году мы провели полужелезную дистанцию, приняло порядка 25 человек участия. Ну, вот это основной старт. Когда и где? Планируется, что это будет конец августа в городе Зеленоградске. Как и в прошлом году была полужелезная, в этом году на железную настроились. Итак, дорогие друзья, вы только что слышали и поняли, где можно заниматься триатлоном. В Калининградской области очень интересный и, казалось бы, изнуряющий вид спорта. Но вы бы видели тех людей, которые финишируют после этой дистанции. Они, кажется, готовы просто разорвать весь этот мир. Настолько много у них сил благодаря этому виду спорта. Сегодня в гостях у нас был президент региональной федерации триатлона. Знаменитый, на самом деле, Калининградский триатлет. Единственный человек из Калининграда, который финишировал в мировой серии Ironman пока что. Василий Нестеров. Благодарим вас, Василий, за то, что вы пришли к нам в шоу «Наше утро». И еще раз обращаемся к вам, дорогие зрители. Говорим, что четверг на телеканале «Каскад» – это действительно спортивный день. Потому что сегодня также помимо выпуска рубрики «Четвертая четверть» вечером Никита Абревко расскажет вам о спортивных новостях в вечернем выпуске новостей. И также сегодня выходит передача «Спор для всех». Но новый выпуск будет уже через неделю очень интересный. Приглашаем вас, но через неделю мы вновь увидимся в рубрике «Четвертая четверть». Продолжение следует...